Ребят, всем снова привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет такое вот неожиданное видео, потому что такого поворота событий я совсем не ожидала. Изначально я хотела записать видео с Люсей, потому что мы договорились с ней встретиться. И встретиться с её молодым человеком. Да-да, ребят, у Люси появился парень. Пытаюсь их выловить, как-то типа познакомиться, чтобы заснять для вас видосик с Люсей, но ничего ещё не получалось, так вот она только согласилась, мы как бы с ней списались. И я попытаюсь её поймать, познакомить вас, познакомиться самой. Сначала я хотела заснять, как я обустраиваю кухню. Вышла новая кухня, зимняя ночь, она состоит из 16 предметов интерьера. Такой новогодний комплект кухни. Всё равно покажу, потому что я всё сняла, у меня даже полный обзор есть. Покупаю, озвучиваю все цены, сколько даёт комфорта. А на другой день так тем более вышло ещё более крутое обновление с пиньятами. Пиньята родом из Мексики, на день рождения ассоциируются со всеми невзгодными. Обычно пиньята разбивает именинник на своём дне рождения, тем самым он отгоняет от себя злых духов и неприятности. Ещё, кстати, считается, что после того, как вы разобьёте пиньяту, вам весь год будет сопутствовать удача, а весь негатив обойдёт стороной. Пишите, кстати, в комментариях, как вам данное обновление, как вам новая мебель, как вам пиньяты. Это же очень много всего произошло. Но меня нахлынуло другое, ребят. Меня настигла другая беда. Мне пришло сообщение на ноутбук. Все свои сообщения я вам всегда показываю. Ну, в основном показываю, потому что... Нет, даже если я и не показываю, то изначально я всё равно записываю вот такое вот видео, как я, то есть сажусь на свой пуфик и начинаю гадать, ребят, от кого же может прийти письмо. Филиппу я надоела. Я ему сама пишу. Столько писем пишу. Он мне не успевает отвечать на каждое моё письмо. Поэтому от Филиппа ждать писем точно не стоит. Люси я написала. Она мне отвечала. Да, мы договорились с ней встретиться. Поэтому, я не знаю, ну, может быть, она написала, что никакой встречи не получится. Остаются только мои подруги. Но с ними мы тоже играли недавно. Поэтому вряд ли они вот так вот быстро по мне соскучатся. Ну, или Северус. Хотя с Северусом мы тоже играли, ребят. Поэтому идей у меня больше гадать нет вообще. Я открыла быстро свой ноутбук. И там мне написала та девочка. Пенелопа мне написала. Помните Пенелопа из прошлого выпуска? Когда мы нашли Филиппу в магазине с этой девочкой. И я сразу добавила её в приятеля. Друзья Филиппа мои друзья. Мы же все должны быть друзьями. Поэтому я её тоже добавила. Она мне написала. Можно вас найти? Пожалуйста, не бросайте. Прошу, помогите. И это просто капец, ребят. Меня просто это возбудило. Если можно так сказать. Заинтриговало. Даже гадать не надо, почему она просит у меня помощи. Я ведь её предупредила, что надо быть осторожной с Филиппом. Её не было в сети, когда я заметила это сообщение. Я просто предложила ей встретиться. Мы договорились утром. Я также записала эту встречу. Сейчас вам включу эту запись. Покажу, что у нас там происходило. Вот она пришла. Написала привет. Он меня обманул. Я на всякий случай уточнила, кто её обманул. Вдруг она попутала. Вдруг она спутала. Даниэль, может, ты её обманул. Ну, она сразу написала, твой лучший друг помнишь. И у меня, ну, конечно, ты не мой лучший друг. Все же мы понимаем, какой он мне в кавычках лучший друг. Я ведь говорила, чтобы ты была осторожна. Что смогла, то сказала. Да, согласна. Это было неправдоподобно в тот момент. Я выглядела, как женщина какая-то сумасшедшая. Нашла вас в магазине, пытается разбить пару. С чего она должна мне была поверить? Вот так вот просто. Ну, она написала. Я, в общем, лоханулась. Мне уже просто было интересно, как она лоханулась. Что она такого сделала? Почему? Почему она просит у меня помощи? И как мне ей помочь? Отдала ему меломана единственного. Вообще, в игру не доначу. Но один раз вложила, чтобы мела купить. Мела, получается, меломана. Она задонатила в игру. Я сразу это поняла по её платью. Я спросила, как ты могла легко ему передать меломана. Как можно вообще легко отдать человеку меломана. Мне это интересно. Мне интересно. Это может произойти только, если вы, как я, снимаете какие-то там проверки. Пытаетесь выловить мошенников. Пытаетесь проверить человека на верность. Но если вы простой игрок, то отдать другому игроку меломана, такого дорогого меломана, это же надо быть более близким. Вот, например, я бы Даниэлю легко могла подарить меломана. Только он ему не нужен, потому что Даниэль взрослый парень, ему не нужен меломан. Но он не будет здесь получать там кайф от меломана, как какой-нибудь другой там игрок, поменьше возраста. Но Филиппу, как можно отдать меломана Филиппу? Вы должны год, наверное, быть с ним знакомы. То есть на другой год подарить, чтобы он просто молчал. Мы с ним уже пару дней общались, и он, короче, вел себя по-другому. У Филиппа раздвоение личности. Днем он простой игрок, а вечером он мафиози шутил, подкатывал. Мы на событиях веселились, и я думала, что ему нравлюсь. Потом, когда-то пришла в магазин, он ушел, и я испугалась почему-то. Да, Филипп сбежал от своей девушки. Это некрасиво выглядело. Он ее бросил, он просто потому, что я пришла. Он же мой лучший друг, как он мог убежать? Я не могла его не найти, а вдруг что случилось? Я же беспокоилась за лучшего друга. Но через час мы продолжили играть, и, короче, на конкурсе красоты так посмеялись. И он попросил помочь с заданием комфорта. Дальше, я думаю, не стоит ничего комментировать. Мы все можем понять. Но выглядело как-то убедительно. Я и не думала, что она банит. Вы понимаете, какой он профессионал? Если вы не знаете этого человека, вот если вы не зритель моего канала, у меня не так много на самом деле человека, если сравнивать с количеством людей, сколько играет людей в игру, и количество моих зрителей. Ребят, ну вы не думайте, что я такая вот известная личность. Нет, никто меня не знает. Меня мало узнают. То, что если бы узнавали, вот таких бы случаев не было. Филипп, великий просто в кавычках гений. Это же надо так. Он просто знакомится с девушками в игре. Например, может также познакомиться с кем-то из вас. В неделе он высиживает этого человека. Он общается, втирается в доверие, становится лучшим другом. А потом обманывает. Я не знаю, как так мощно. Неужели у него нет чувств? Если бы я познакомилась с человеком, и вот мы с Даниэлем познакомились, да, я бы его не смогла уже обмануть. И с девочками, например. Я общаюсь здесь целыми неделями. Но не с целью, потому что попросить потом их и ломану, и удалить. А Филипп, неужели он никому не привязывается? Как так мощно? Ребят, это же жесть. Это жесть. Он целые недели. Он как маньяк. Он неделями втирается в доверие, а потом обманывает. Она написала то, что она единственный раз задонатила в игру. В честь Нового года ей разрешили задонатить в игру. Я понимаю, да. Многим родители запрещают вкладывать деньги в аватарик. Вот когда разрешили, и все деньги она потратила на меломана, она же, получается, задонатила для себя, чтобы купить на Новый год этого зайчика. Да, он симпатичный. Тоже было бы приятно такой подарок получить себе. То есть, если это еще и ваш первый донат. Филипп, к сожалению, не был в сети, но написала ему на почту. Он написал очередное письмо ему на почту, весточку, чтобы он зашел в игру, чтобы он зашелся, он играл. И, конечно, нужна была какая-то уловка. Я сделала предлог оценить мою новую кухню. Не зря я все-таки построила эту мебель. Не зря, не зря, ребят. Я изначально хотела здесь провести встречу Люси и ее нового парня. Но эта встреча тоже состоится, просто чуть позже. Вот эта вот встреча меня заволновала куда больше. И она случилась впервые. Поэтому, ребят, если вы хотите познакомиться с парнем Люси, также напишите в комментариях и поставьте пальчик вверх. Ну, а сейчас мы вернемся в настоящее время, где я нахожусь. А я нахожусь на кухне. И девочку я вот спрятала. Пару минут назад я ее спрятала за холодильником. И вот мы сидим, ждем, когда зайдет Филипп. Его все нет. Я не знаю, где он, ребята. Правда, уже 10 минут прошло, и его все нет. И если он не зайдет, будет, правда, грустно. Конечно, я ему лишний раз поспамлю на почту, почему он не пришел. Хотела бы у вас также спросить, нужно ли вам показывать ролики, как я достаю Филиппа, потому что за кадром вы многое не видите, а не видите вы следующие, какие вы преследуете. Я веду Сипа, правда, как маньяк. Но ему это уже надоело. Так, а Филипп у себя в гостиной? Это отчего ты к нам не идешь? Это как так понимать, Филипп? Ты обещал зайти оценить кухню? Или тебе неинтересна моя кухня без твоего мужа? А что за странный вопрос? Только ты и я. И наша новая кухня. Филипп, будем сейчас на моей кухне зажигать. Ну что, Филипп, оценивай. Давай, смотри, как тебе моя новая кухня. Вот ради этого я ему спамила на почту. Мы столько писем по поводу новой кухни. Написала я ему, писала. Филипп, у меня появились новые тумбочки. Вау, Филипп, у меня новая свечка. Ого-го, ты должен это видеть. Филипп, тебе же так интересно. Да, да, Филипп? Вау, класс. Где по шовку? Да, по шову. Стой. Не так быстро, Филипп. Ты еще не отведал мои вкусные печеньки. Маньяк от меня хочет сбежать. Слушай, я не хочу с тобой играть. Кажется, его тошнит от меня. Почему ты не хочешь со мной играть? Просто ты мне надоела. Что тебе от меня надо? Напишем дружеские объятия. Дружеские объятия. Мне нужны дружеские объятия, Филипп. Вы посоветовали поклянчить у Филиппа подарок. И, ребят, давайте, мы это и напишем. Ммм, с чего вдруг? Как это с чего вдруг? А ты не хочешь подарить? Ох, ё, она куда вышла-то, женщина? Ты куда вышла-то? Зачем? У меня было все под контролем. Отдай мне его, Меломану. Куда ты вышла, Пенелопа? Ну, блин, ребята. Она все запорола. Мне такое было... Такое хорошее начало было. Еще чуть-чуть, и он бы мне подарил эту Меломану сам. Лишь бы я отстала. Ты что здесь делаешь, мои подруги? Ребят, я не могу. Это какой-то кошмар. Я добавила ее, когда мы были. В магазине. Все было на мазим. Ты, Мелопа, почему ты не доверилась мне? Да, ну все, теперь все, вряд ли ее отдаст теперь Меломану. Да, кстати, Филипп мне тоже Меломана предлагал. Помните, как он хотел, типа, вернуться, начать все сначала? Вот теперь Меломана. Так что я думаю, мне-то он бы его подарил. А уже я бы потом ей передала. На время ты попросил помочь с заданием, а сам выгнал и удалил. Девочки, а может быть, даже и мальчики. Будьте осторожны, пожалуйста. Ушел, ушел. Он просто ушел. Чистит картошку пошел. Ну все, конечно, он не в сети. Естественно, он вышел из игры. Ушел и не отведал мои печеньки. Знаете, что я сейчас делаю? Поспавлю ему на почту. Поспавлю ему на почту, потому что он не отведал печеньки лучшего друга. Если серьезно сейчас, девочку действительно жалко. Я не знаю, что делать. Меломана мне не получилось как бы выловить. Она вышла слишком рано. Зачем так делать, Фенелопа? Может быть, она подумала, Филипс бежит. Она не знает меня. Она ей может о канале рассказать. Слушайте, ребят, я ей хочу подарить меломана. У меня есть меломан. И я могу позволить купить меломана. Поэтому давайте ей подарим одного Заю. Это, конечно, не тот Зайчик, которого ты купила. Я сама лично прям на свой первый донат нажала кнопку купить. Но от меня тоже предпринимаю. К сожалению, всем помочь я не смогу. Вот так вот сложилась судьба, ребят. Смогла хотя бы одному человеку помочь. А их-то знаете сколько? Вы пишите в комментариях, кстати. Может быть, кому-то я еще смогу помочь. Меня он скоро сам удалит. И, возможно, уже роликов с Филиппом не будет. Потому что мы будем не в друзьях. Да, ребята, история заканчивается. Я ему уже надоела. И так и так он меня удалит. Просто я чувствую какую-то власть, когда надоедаю ему. Типа я сейчас чувствую, будто не он меня преследует. Да я его преследую. Давайте помогать друг другу. Я с вами буду прощаться. Очень вас сильно люблю. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!